Ель Бук. Обзор новостей Казнета. Цифра дня. 27 воинов-афганцев. В Уральске откроют барельеф память о погибших воинах-афганцах, сообщает региональный портал Мой Город. В афганской войне приняли участие более 1000 западноказахстанцев, из них погибли 27 воинов, а также один пропал без вести. Имена воинов было решено увековечить на барельефе, который будет установлен на Площади Победы до конца года. Память погибших пришли почти ветераны войны Афганистана и Великой Отечественной войны, родственники и друзья. После торжественной части матерями-вдовам погибших воинов были вручены цветы и денежная помощь. В честь погибших также был произведен трехзалповый салют. Новость дня. В Астане автомобилисты массово переходят на газ, пишет портал bnews.kz. Очередь на установку газобаллонного оборудования уже расписана на месяц вперед. По словам работников специализированных центров, наплыв желающих переоборудовать авто начался сразу после увеличения цен на бензин. Если раньше на установку записывалось два человека в день, то теперь количество желающих переоборудовать железных коней возросло до 12 человек. В основном это владельцы внедорожников с объемом двигателя до 5,5 литров и с потреблением горючего 25 литров на 100 километров. Стоимость переоборудования авто на газ в столице стартует от 160 тысяч тенге. Видеопост. В Казнете набирает популярность видеоролик с выступлением роты почетного караула и оркестра президентского полка Айбан на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня-2014». Фестиваль проходил недели ранее в Москве. С тех пор видео набрало почти 3000 просмотров на сервисе YouTube. Начало своего шоу военнослужащие президентского полка открыли шествием Хана Аблая. Сюрпризом для московских зрителей стал саундтрек из мультфильма «Мадагаскар» и композиция «Травушка-муравушка» в исполнении оркестра. А выступление военно-музыкальный коллектив Казахстана завершил популярным хитом «Москвау-нево-слип». Я люблю тебя, Москва-люблю тебя. Блогинг. Как сообщает сайт «Казанформ», вернувшийся на землю экипаж корабля «Союз ТМА-12М» доставил в Караганду герб города, побывавший в космосе. Командир экипажа Александр Скворцов вручил презент Акиму области. На полотнище расписались еще четыре экипажа, которые побывали на МКС. Карагандинцы также не остались в долгу. По казахскому обычаю на участников полета в знак уважения были надеты чапаны, и каждый из них получил сувениры. Космонавты поблагодарили казахстанцев за теплую встречу. Когда мы еще были на орбите, нам говорили, что земля Казахстана вас встречает хорошей погодой, хорошими условиями для посадки. Это так и было. Наверное, когда по-доброму думаешь об этой земле, о людях, которые живут здесь, то это возвращается добром. Смотрите обзоры «Ель Бук» в эфире и онлайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова